Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ну что, ребята, по поводу саммита вот этого в Джиге. Вчера было очень интересное такое сообщение, мол Украина, сразу скажу не волнуйтесь, фейк чистой воды, мол Украина согласилась на переговоры с фашистской Россией до того, как фашистская Россия уберет свои фашистские войска с оккупированных частей Украины. То есть, ну нонсенс. Я вот даже вот код пришел. Сейчас мы это будем, кстати, вот звук с таким микрофоном гораздо лучше. Это у меня специальный микрофон называется Мася-1. Вот, и значит, заявили, что это был фейк и вброс от расистов. Значит, давайте по порядку. Рашисты заявили, что, мол, Украина такое сказала, ссылаясь на слова Нью-Йорк Таймс. Ничего подобного Украина, конечно же, не заявляла, и ничего подобного ни Нью-Йорк Таймс, ни в какой-либо другой газете не было. О чем шла речь на этом форуме, и что действительно было заявлено, и что Украина сделала и говорила. Значит, форум был крайне представительным. Более сорока государств было. Если отбросить США и, по-моему, Польшу, ну, и союзники Украины, то все остальные были страны, скажем так, такой обоймы, южные, так называемые страны, южный, глобальный юг, который России, так называемой, всегда почему-то позиционировался как любители Россиюшки и, мол, любители Путина и т.д. и т.п. Ну, вся вот эта чушь собачья. Как оказалось, все это бред сумасшедшего, и вот эти все страны, не то что оказались нелюбителями России, кстати, это уже было сразу понятно после провального форума России и Африка, где все провалилось с треском, все, что там рассчитывал Путин. Так вот, этот форум, который был в Джиде, показал, что глобальный юг смотрит, в принципе, на проблему войны России с Украиной точно так же, как глобальный север. Вот так вот. То есть, территория Украины 1991 года, никаких других вариантов не рассматривается, и, собственно говоря, территориальная целостность Украины в границах 1991 года. Вот что мы, собственно говоря, оттуда вытянули. Кто принимал участие? Там был и Китай, там была Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, Замбия, к примеру, Чили, Индонезия. Ну, вы поняли, да? Это не было центрально, как у Путина, да? Вот, друзья, да? Диктатор из Малии, вообще, который не имеет никакой должности. Науру, Вануату, что там еще? И те, наверное, не приехали, да? Это были очень серьезные глобальные игроки, от которых в этом мире зависит очень серьезно и очень много. Да, так вот, они высказались в таком плане, что границы 1991 года. Откуда же взялось вот это выражение, откуда русская пропаганда взяла чушь собачью о том, что Украина, мол, согласилась на такие переговоры? На самом деле было написано в газетах, не в одной, во многих газетах было написано следующее. Украина отказалась, на вот этом форуме, Украина отказалась от от заставливания, от того, что она будет заставлять вот эти страны применять украинскую формулу мира, хотя в результате большинство из них полностью согласилось. Кстати, Россию на форум не пригласили в джиду, ее там не было, она просто была в отбросах. Да, то есть Украина не настаивала на комьюнике, где все страны должны поддержать украинскую формулу мира. Это, кстати, очень важно. Вот, то есть это, почувствуете разницу с тем, что написали расисты. Мы просто хотели донести нашу позицию до всех стран глобального юга и дать им понять, что ни на какие уступки мы не пойдем, в то же время мы не ожидали от них каких-то шагов, что они начнут добить Россию в ту же секундочку. Нет. Мы хотели сохранить единство вот этих стран с точки зрения территориальной целостности Украины. А тут все сказали за. Без варианта. В свою очередь, вот эти все страны не стали требовать от Украины никаких уступок в плане того, чтобы идти на переговоры с фашистами до того, как фашисты освободят нашу территорию. По-моему, как говорится, и волки сыты, и овцы целы, да? Получилась практически идеальная вещь. То есть мы от них не требовали вещей, которые их гоняют в неудобное положение, потому что у многих из них связи там с Россией и т.д. и т.п. А они не требуют от нас того, что заранее неприемлемо для нас. И вот на этом, собственно говоря, и разошлись. Русская пропаганда моментально это все перекрутила и сказала, Украина отказалась от территориальной целостности. Ага. Помечтайте. Помечтайте. Все, что я могу сказать. Граница 1991 года. Это было признано всеми этими государствами. Включая Китай, который вы считаете своим союзником, который вам совершенно не союзник. Включая Индию, Индонезию, Замбию, Чили, Египет. Так что Путин только вынимал, успевал вынимать, как говорится, кое-что из резиновой пупы. Все будет Украина.